Для жены Николая Мамонтова, которая передвигается на коляске, жизнь без лифта была фактически домашним арестом. Специалисты были вынуждены приостановить эксплуатацию машины в их подъезде за два месяца до ее замены по программе капитального ремонта. Еще пару месяцев потерпели, уже понимая ради чего. Лифт нормальный, ходит быстро, бесшумно, не отказывает, самое главное, работает. Этот пандус изготовили сами. В соседнем подъезде сделаны по тем же чертежам, но уже управляющей компанией. Было решено заменить лифты в двух из четырех подъездах, так как там живут люди с ограниченными возможностями здоровья. Когда люди увидели, что это реально работает программа, мы думаем, что мы, наверное, все-таки увеличим взносы по капитальному ремонту, чтобы ускорить этот процесс, расплатиться за эти два лифта, установить новые лифты. Ну, думаем, что 20-й, может 22-й год мы сделаем. В новых лифтах камера видеонаблюдения. Стоимость двух машин более трех с половиной миллионов рублей. Примерно десятая часть – взносы жильцов в фонд капитального ремонта. Остальное, по сути, беспроцентный кредит. Сегодня максимальный срок заимствования – 10 лет. Чем больше дом платит, уровень взносов больше, тем больше будет заимствования. Чтобы, грубо говоря, если процент 50%, 50% на доме людей платят, то и заимствования тоже будет намного меньше. Если 80, 90, а если вообще 100, то, естественно, заимствование будет максимальным. Если в 2015 году взносы в фонд капитального ремонта платили меньше половины жителей города-курорта, то сегодня уже более 60%. В управлении ЖКХ связывают это с тем, что люди видят реальный результат. В свою очередь, если в прошлом году в реестр капремонта включили 11 анапских многоэтажек, то в этом уже 19. На всех планируют заменить кровлю. Вот это по стене течет, вот это все затекает до третьего этажа. И подставляем ведра, и все, когда сильнее дождь, особенно с моря. Это типичная история для дома номер один по улице Чехова. Раиса Михайловна, старшая по подъезду, живет на пятом этаже. В ее случае ситуация усугубляется еще и тем, что над ее квартирой строители неровно уложили плиты перекрытия. Так объяснили специалисты. Битва с сыростью идет уже десятки лет. В квартире это не так заметно, потому что подкрашивать и подклеивать уже вошло в привычку. Вы знаете, я так устала, что течет позапрошлый Новый год. Мы ставили тазы, тарелки, ведра. У нас что было? И четвертый этаж затопили. У нас вся комната текла. Я вызвала, они за голову схватились. Оно все течет, как решето, понимаете? Аукцион по этому и другим домам уже объявлены. Работы планируются завершить уже в этом году. Общая стоимость капитального ремонта более 44 миллионов рублей. На 2018 год региональный оператор увеличил для Анапы лимиты почти на 10 миллионов, а значит, больше горожан смогут избавиться от коммунальных проблем.